Девятое августа 2008 года. Нас доставили в полевой госпиталь в Южной Осетии. Оператор получил две пули в плечо. У командующего, генерала Крулёва, тяжёлое ранение в ногу. Я тоже был ранен, но из машины выбрался самостоятельно. Не надо, не надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спустя год мы снова отправились на Кавказ. Сопровождали памятник герою войны в Южной Осетии. В смертной войне дело обычное, но когда человек погибает, спасая товарищей или даже целый народ, это у нас в России называют подвигом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 8 августа, 7 утра. Мчимся в Скинвал. Город ночью атаковали грузинские войска. Российский передовой отряд уже пересекает границу. Приказ прорваться любой ценой. В Скинвале гибнут дети, женщины, старики. Грузинские танки расстреливают в упор наш миротворческий батальон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В батальоне сразу свет поток. Это было примерно в 10 часов ночи. И потом пошло по очереди Асетинские села. Вот так начали докладывать, что того села нет, того села. И когда села все обстреляли градом, пошел град на город. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саакашвили готовился к войне уже давно. Парады проводил, силу показывал. В Тбилиси по мостовой шли американские кобры, чешские самоходки, системы залпового огня. Радуя глаз западных покровителей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто же знал, что одними парадами дело не закончится? Или знали? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 8 августа утром вся эта мощь двигалась в сторону Южной Осетии. Зря, что ли, западные инструкторы их натаскивали. На ополченцев. Получается, и на миротворцев. Они-то первыми и приняли удар. Сколько убитых, сколько раненых, в каком состоянии люди. Мы этого не знали. Вот страшно было то, что мы не знали, что с людьми. Вот это было самое страшное, что с людьми, которые там находились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Движемся за передовым отрядом. Российские военные сделали невозможное. Бросок по горным дорогам. И в 7 утра 8 августа они уже вели бой на мосту у села Гуфта. Потеряли одну БМП. Мост стратегический. Его не объедешь. А армия застряла бы здесь надолго. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если бы не эти ребята из 693-го полка, они отогнали диверсионные группы противника. У тех только пятки сверкали. Думали, пугнут на мосту, и мы встанем, будем решать, что делать дальше. Не вышло. Я не знал тогда, что основные силы прибудут сюда лишь сутки спустя. Полки, бригады, дивизии. А пока к Схинвалу рвались лишь два батальона, 800 человек. Схинвали молились о том, чтобы быстрее пришло спасение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На Гуфтинском мосту я обратился с просьбой к первому же попавшемуся офицеру. Подбрось до Схинвала. Как я мог знать, что пройдет совсем немного времени, и я буду обязан этому майору своей собственной жизнью? Впрочем, тогда подвозить Схинвал нас отказались. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боимся, 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 надо доехать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Денис Витчинов. Бывает так. Встретишь человека, и сразу видно. Его взгляд, манера поведения. Понятно, что он способен на поступок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всех раз мы здесь стоим почти один. Там пару танков он обьет. Грузин их нет. Эти кадры я увидел уже потом. Солдатский телефон. Там все горит. 9 утра 8 августа. Первые минуты нападения на миротворческий батальон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вооруженные силы целой страны, не какая-то банда, пытаются уничтожить подразделения миротворцев. Плевать на ООН. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 8 августа, 10 утра. Это Джава, большое село. По прямой до Цхинвала, 15 километров. Сюда свозят раненых. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как могут в полевых условиях, оказывают им помощь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отсюда эвакуируют в Россию беженцев. Когда противник атаковал миротворческий батальон, его самолеты одновременно бомбили Джаву. Прилетели два штурмовика. Здесь обрадовались. Думали наши, российские. Три круга сделали. И мы так радовались, российские самолеты. И вдруг они так вот с наклоном полетели и туда. И прямо бабах. Бабушка вышла воды набрать. Оглянулась, а дома у нее больше нет. Грузинские военные и их западные партнеры. Сами себя снимают. Как немцы в годы Второй мировой. Тогда пригодилось в Ньюрнберге. Этот темнокожий парень не учитель танцев. Он инструктор. Знает, как убивать. Так что это не веселая музыка. Опять трофейные кадры. 8 августа. 10 утра. Горильская мотопехотная бригада уже прошла в город. Несколько грузинских солдат вскрыли кафе, вынесли на улицу стулья, столы и стали демонстративно праздновать. Вот мы и в Цхинвале. Дзарский перевал. Обходная дорога. 40 километров до города. Штаб передового отряда. Главный, командующий 58-й армией Анатолий Хрулев. Только прилетел на вертушке. Берет ситуацию под контроль. Опрашивает ополченцев. Куда могут наносить государство? Да, с горы, с горы тоже. А, с горы. Город стрелял с горы. Вот тебе считай, 50 километров место покажи. Ополченцы говорят, надо с воздуха ударить. Без авиации туда не помыли. Не помыли. А что, почему без авиации? Какой? Там танки вещают. Хрулев подошел ко мне. Сладков, ты чего здесь? Мне в Схинвал надо. Там ребята наши из РТР. Нужно помочь им в работе. Смотри, там ведь настоящая война. У них танки, артиллерия, самолеты. Да знаю я. Давай, двигай за мной. Генерал Хрулев – человек, который сыграл важнейшую роль во всей пятидневной войне. Здесь же был и командир 135-го полка, полковник Гостев. Опытный, послуживший, повоевавший. Тогда я точно это понял, что придется драться, потому что люди уже находятся в очень тяжелом состоянии, что практически из подвала выходит только между налетами, чтобы отразить атаку пехоты грузин. Грузинский телефон. Противник патронов не жалеет. Он обеспечен от и до. Операция – чистое поле. Никого не должно остаться. На это снимали наши ребята. Миротворческий батальон. 8 августа, 12 часов дня. Потери. Тела погибших прячут кочегарки. Тяжелораненые умирают. Нет возможности отвезти их в госпиталь. Бой идет в окружении. Самые неприятные у нас минуты были, когда умирал на руках Коренев Александр. Вот это самое тяжелое было. 20 минут он еще жил. Мы его принесли, перебинтовали. Сделали всю помощь, все, что могли. Там нужно было только делать операцию. Других вариантов не было вообще никаких. Через 20 минут он умер. Хрулев начинает воевать. Ну связь будет, ты же с ними. Цель обнаружил, не всаживаешь. Цель обнаружил, не всаживаешь. Грузинских войск впереди 18 тысяч. Наших всего 800. От командующего до последнего повара. И приказ – спасти город, выйти к миротворцам любой ценой. Не знаю почему, но Хрулев обратился ко мне. Саша, ты бы как поступил на моем месте? Сколько нас? Два батальона. Их много. Если вы не отправите помощь в город, вас объявят трусом. Если отправите, всех перебьют и вас назовут, мягко говоря, негодяем. Хрулев тогда с усмешкой посмотрел на меня и произнес. Я свое решение уже принял. Через полгода Хрулев и я встретились в Южной Осетии. Я подумал тогда, плохо мы знаем свою историю. Какие генералы воевали в российской армии на Кавказе? Цицианов, Лисаневич, Котлеровский. Десятки. А ведь про них даже в школе не рассказывают. Я уверен, что пройдет совсем немного времени, ситуация изменится. И Анатолий Хрулев, командующий 58-й армией, дерзкий, решительный, займет место в их славном ряду. 8 августа, 16 часов. Дзарский перевал. Из города едут грузовики, автобусы, легковушки. Я удивился. Сколько людей в камуфляже? Некоторые в касках, с оружием. Почему осетины, храбрые воины, покидают свои позиции? Видимо, действительно, враг идет лавиной. Командующий вызвал к себе офицера. Оказалось, разведчик, командир роты, позывной Липа. Никто не знал, что через 8 месяцев Алексей Ухватов, Липа, за выполнение приказа командующего получит звезду героя. Я был ошеломлен, услышав слова, которые сказал тогда этому офицеру Хрулев. Так и сказали. У вас есть возможность. Да не есть возможность. Дословно сказали. Пожали лапу. Сказали. Сынок, иди умри как герой. Но мне нужна информация. Я должен знать все. Вот мы и пошли. Схинвал. 8 августа. 17 часов. Грузинские войска обошли батальон миротворцев. Танки, мотопехота, командос ворвались в город. Все живое под нож. Ополченцы, женщины, дети. Операция «Чистое поле» в самом разгаре. Объять, Витал. Объять. Дешев. Вывод. Перевал. 17.30. Подвезли патроны, выдали белые повязки. Система опознания, свой-чужой. Для боя в городе, чтобы своих не перестрелять. Белые повязки, чтобы у всех были. Обязательно. Мне потом один лейтенант-разведчик, Антон Масалега, признался, когда повязку взял в руки, понял, что будет дело. Разведчики-то всегда идут первыми. И вот в этот момент мне жена позвонила. На судовый телефон дозвонилась. И ты где? Я говорю, я на учениях, все нормально. Она говорит, нет, ты на войне. И вот этот момент, когда я осознавал, что, может быть, действительно я в первых рядах просто погибну, мало ли что. И жене, да нет, нет, что ты. У меня жена на 9 месяце как раз была. Бог его знает, может быть, я ее больше никогда не услышу, и говорить лишнего неохота беспокоить. Ну, это, наверное, самый такой момент был, когда еще вот грады подогнали, грады начали работать. То есть тот момент, что вот-вот-вот ожидание уже действительно каких-то боевых действий, к чему нас 5 лет учили. То есть проверить свои умения, свои знания в бою. Ну, и как бы попытаться хотя бы остаться живым, потому что, если честно, вот так вот, то есть ехали мы туда, у нас билет был в один конец. 8 августа, 18 часов. Команда по коням. Значит, пехота все-таки попытается войти в Цхинвал. История наших войн на Кавказе. Сколько раз мы атаковали противника малым числом, хоть турка, хоть перса, кого угодно. И всегда побеждали. Так же решил поступить их рулем. Денис Вичинов. Я всегда обращал на него внимание. Мне было интересно, что он делает, как себя ведет. 2009 год. Колонна с памятником уже на подъезде к Владикавказу. На Ордонском кругу наш кортеж остановился. Осетины по своему обычаю испекли пироги. Один тост, а потом каждый подошел и подержался за холодный гранит. Вот судьба у народа. Сколько войн, испытаний, а народ стоит. Он крепок своими традициями. Благодарный памятью о тех, кто всегда был рядом в трудную минуту. 9 августа, 10 утра. Галуанская высота, километр до Цхинвала. Прибыл какой-то президент Южной Осетии. С ним человек 200 бойцов. Заявил, что готов идти в город. Город заходим, тогда мы первые. Потому что кварталы знаем, все знаем. Я не хочу, чтобы русская мать еще одевала. Давай мы сами своими силами это сделаем. Войска? Это самое. Единственное, у меня войска идут. Ваши могут с моими быть на броне? Да, да, да. Какого? Все, все. Приказ ему личному составу. Значит, те, кто прошли подготовку в центре БАРС, значит, под командованием Базаева, идут впереди. В город заходим первыми ми. Поэтому действуем сложным. Смотрим. Выдерживаем всю линию. Все мы прекрасно знаем, какие районы нашего города контролируют сейчас наши подразделения. Вливаемся с ними. Значит, корректируем уже с спецназом. И зачищаем город. То есть официально. Начало зачистки города Цхинвал. Вперед. Романдир, подожди. Все, пошли. Все, пидерка. Перед этим Хрулев уже отправил в город первую группу. Батальон 693-го полка. 220 человек. Они заходили с северо-западом. Отряд какой-то должен был ударить по центру. Вот здесь, помните, ползли, по траншей, туда. А ополченцы выходили вот по этой стороне, вот сюда вот. Ну, здесь ополченцы и с этой стороны, и с той стороны выходили. Дело в том, что дорога-то вся простреливается. Вы посмотрите, вот встаньте здесь. Какой сектор обстрела. Оттуда и сюда. Вот здесь стояли машины. Мы за ними прятались. Танки стреляли с той стороны прямой наводкой. Но они не попадали в нас, а попадали в склон холма. И сюда только брызгами долетали осколки. Вот осколки долетали, и вот при мне ранил одного парня первого. Помнишь, его перематывали, перевязывали. А здесь дальше стоял БТР. Вот, действительно, перевязочные пакеты лежат. Здесь пряталась пехота, занимала оборону. Оставшиеся на Галуанской высоте часть передового отряда ведет бой. Грузинские войска атакуют. Колонна грузовиков нашей минометной батареи подбита. Боеприпасы взрываются. Осколки визжат, стучат по броне. Один наш танк и одна БМП попеременно выскакивают из укрытия и ведут огонь по наступающему противнику. Очень скоро берутся за работу медики. За ранеными далеко ходить не надо. Их перевязывают тут же, где в них попадают пули. Лишь немного оттаскивают за броню. Земляк, не надо пугаться, ты что? Ты вояка, ты что? Ну, парню, помогай своему лучше. Все это я видел реально первый раз. Люди убитые. Разруха, грохот, взрывы, дым, пламя. Было страшно. Свою жизнь за жизнь солдат, которые рядом были. Пять батареи! Пять батареи! Готовили, сейчас стреляют. По идее, мне простят все. Простят, что я плохо стреляю, простят, что бегаю плохо. Но если я помощник, мне это уже никто не простит никогда. Поэтому растерянность она была, но она была какая-то такая секундная, небольшая. То есть, дело надо было свое делать. Руки не опускались. Наши бойцы. Они умели водить танки, БМП, стрелять. Бывали на многих учениях. Но это был их первый настоящий бой. А что за телекомизм? А можно маме приедем, ребят? У меня страха вообще никакого не было. Я вот это как представлял для себя. Может, как в фильмы обычно смотришь. Вот такая вот система. Даже и не думал, что такое смерть может быть. Просто как для себя подумал, что это очередные учения. Я на это все смотрел, как будто это нереально. И не страха, ничего нет. Учения есть учения. Кровь, кровь. Капитан Ухватов, Липа, уже вовсю действует в городе. Координаты противника от него поступают непрерывно. На приеме. Вот это дает? Так точно. 73 500 Y 13 900. Ты цель дает второе нижнее. Липа, Липа, я Барс, прием. Давай. Липа, я Барс, прием. Он не сможет вести огонь по этой цели. Он не достанет. Денис Витчинов, замполит полка. Его дело солдат подбадривает. Липа, я Барс, прием. А он на моих глазах руководит огнем. Липа, я Барс, прием. Мастерски, без заминок. Как боевой командир. На приеме, на приеме для запала. Враг уже нащупал нашу поляну. Подбирается ближе. Липа докладывает. 12 танков на вас идут. 200 штыков пехоты. Координаты. Координаты вот здесь. По южно-крайне Хитагурова надъехали. 12 танков. 200 человек. Я на сядь не сядь. Я сижу, то есть. Быстрее. Пиши. Давай. Надо быстрее ударить по ним. Опередить их. Запал. Где сориентируй? Блин. Запал или ман? Это мучили. Ты видишь, откуда они там стреляют? Ястреб, открывайте огонь. Грузины хитрят, врываются в нашу связь. Не стреляйте, мы свои. А наших так мало, что они все наперечет. Это наши там говорят. Кто там наших? Да ну какой хит, да это просто. А кто? Да ну на. Анапе еще пусть один раз стреляют. Хочешь там наших нет? Да там наших нет, нет наших. Только по одному сейчас. Постреляли еще один залп. Мне страшно. Залп сделайте. Я стреляю. Да, да, да. Еще один залп. Через пять минут поступил доклад от Ухватова. Цель поражена. 9 августа. 13 часов. Рулев командует по машинам. Садимся. Батальон 135-го полка соскакивает с горы и рвет назад, в сторону Джавы. Мелькнула мысль. Неужели драпаем? Но колонна делает петлю и заскакивает прямо в цхинвал. Хрулев обманул противника. Показал, что отступает, а сам ударил с неожиданной стороны. Он лично возглавляет колонну. Это и есть то самое решение, о котором мне говорил командарм на Цзарском перевале. Он захотел быть со своими солдатами, управлять ими в бою. Задача – спасти город, спасти миротворцев, любой ценой. Не дать противнику окопаться, связать его боем. Иначе основные силы столько крови прольют, выбивая врага из цхинвала. Батальон сходу сбивает оборону противника. Захвачены три танка. Грузинская пехота сброшена вниз. Один танк подрывает Денис Вичинов. 15.30. На улице Героев, почти в центре цхинвала, наша колонна врезается в тыл противника, который в это время атакует миротворческий батальон. Грузины этого не ожидают. Да и мы, честно признаться, тоже. Оператор Леонид Лосев получает две пули в плечо. Витя, вниз снимать! Звукоинженер Игорь Уклеин его перевязывает. Я беру камеру, снимаю как могу. Больше некому. Это были последние кадры, снятые нами в цхинвале. За теми камнями находились три грузина. Они попеременно выскакивали и стреляли в нас. Кто-то бросил гранату, их подбросило вверх, и они упали уже мертвыми. Вот находились здесь и начальник артиллерии, и замполит полка, и авиановодчик, и начальник штаба полка, начальник штаба батальона. Посмотрите, как вот эта куртка нашего оператора, Леонид Лосева. Посмотрите, во что она превратилась от осколков, какой здесь шел огонь. Ее сняли с него, когда перевязывали руку. Вот его кровь, видите? Вот она какая стала. Мы с Денисом Витчиновым решили подогнать БМП для эвакуации раненых. И когда мы дошли до этих кустов, прямо с двух метров, по нам открыли огонь. Денис Витчинов стал стрелять в ответ. Мы упали оба. Я пополз назад, Денис остался лежать здесь. Он погиб, прикрывая нас своим огнем. Передовой отряд вел бой в городе до самого вечера. Сразу поступил доклад от солдата, от наводчика, что командир роты ранен, принимая командную роту на себя. Это солдат рядовой, наводчик-оператор БМП. Именно в бое удивила близость противника, очень сильно большая. То есть 2-3 метра, наш сидит грузин, наш сидит грузин. Теперь противник, забыв о миротворцах, всеми силами навалился на батальон, который шел на выручку. Вышло 2 БМП. Одну первую я подбил, вторая ушла сразу. Если бы был гранатомет, может даже повезло бы вторую сбить. Беха сразу встала, они начали с нее вылазить. Мне повезло, что у меня рядом еще мой автомат был. Я с него начал расстреливать десант. Я такой разворачиваюсь автоматом и вижу, надо мной стоит грузин. Я сразу начал стрелять. И рожок в него впустил. Потом, даже когда этот рожок весь выпустил, у меня палец дергался еще. Ну, слава богу, успел раньше него. Там творилось вообще какой-то хаос. Реально. Я лежал, смотрел, там дома двухэтажные. Эти бронелисты от БМП взлетали так, что их видно было из-за второго. До четвертого этажа, наверное, добрасывал. Там вообще что творилось. Ну, туда подъехали. Как среди шквала огня, я не знаю. Подъехал санитарный УАЗик, с медицинского пункта полка. И тут же оказывают помощь сержанту Фоломкину, у которого была прострелена грудь. У него в легкое ранение было. Там дыра такая была, что сантиметров, я не знаю, пять, наверное, в диаметре. Сквозное отверстие там. Спрашиваю, Витя, ну что-то разлегся. У нас пациент ездил на соревнования по стрельбе. Я говорю, давай вставай, тут воевать кроме тебя некому. Я говорю, смешка, чтобы понять, как ты удох. На что вынослужащий ответил, имеете такое тяжелое ранение, простреленную грудь. Ответил, говорит, товарищ полковник, сейчас немножко перемотает, и мы встанем, будем их здесь смочить. А потом противник дрогнул. Они реально просто бежали от нас. Вот так можно сказать. С испугивыми глазами просто бежали, да и все. Они не ждали такого, не ждали просто такого противостояния. Они думают, что возьму символ и все. Причем возьмут в круг миротворцев, по-любому они так считали. И миротворцы типа кинут, и все, Россия не пойдет. По-любому они так и считали. Но не тут-то было-то. 10 августа 2008 года. Передовой отряд выполнил свою задачу. С Хинвала уже подходят наши десантники, спецназ и пехота. Основные силы. Бесценные кадры, снятые на солдатский телефон. Разведчики у Хватова выводят миротворческий батальон из окружения. На встречу им вышел сам командир 135-го полка. Он на нас смотрит такой, вы живы? Мы говорим, ну такие, как мы, не умирают. Он такой говорит, сколько вас вышло? Ну человек говорит, 200-300. Ну как 200-300, у вас заходило 23? Мы говорим, мы батальон вывели. И вот он когда нас увидел, вот так вот, мало того, что мы выжили, мы вывели батальон. То есть вот он стоит, его вот так вот всего просто колотит. То есть мужики, как, ну, начал нас там обнимать, расцеловывать, что мужики, спасибо вам за то, что вы сохранили как бы столько вот жизни. Вот, а сколько ваших погибло? Я говорю, ну только те двое, которые, Шевелев, Сергей, Гога и Корень. Я говорю, ну ни одного не потеряли. Сами не потеряли и ребят не положили, вывели. Ну, сделали все, что смогли, в принципе, чему учили. Мы оказались в расположении миротворческого батальона уже осенью, 4 месяца спустя. Брестская крепость Пятидневной войны. Трудно представить, что же испытали, что выдержали наши солдаты, офицеры, обороняя этот маленький гарнизон. Трудно представить, что выдержали наши солдаты, обычные ребята. Они и героями-то себя не считают. Просто в августе они не захотели отступать. После войны я приехал в 135-й полк. Я не узнал этого парня. А потом даже заболело сердце. Олег Ридель. Красавец, весельчак. Он угощал нас сухпайком перед самым штурмом. Олег воевал на своей бронемашине. Был из-за водителя, из-за наводчика. Остался один в экипаже. Маневрировал. Ставил на ручной тормоз и кидался к пулемету. По нему ударил вражеский танк. Олег простоял всю ночь на коленях возле сгоревшей машины. Слепой, окровавленный, пока утром не нашли свои. Я стоял перед БМП. Это такое у меня видение было. И передо мной сидел старец. С большой такой книгой. У него была книга «Здоровая». Не знаю, кто он был. Апостол, не апостол. Я его не спрашивал. Даже не разговаривал с ним. А сбоку у него были кучка солдат. Штук 5 человека. 4-5 было солдат. Видимо, я так понял, они были танкисты. Они были в шлемофонах. Ну, в черной рубе. В танкисты. И я слышал их голоса, когда они просили его о спасении. Я прям четко, отчетливо. Небо я не видел. Никаких туннелей. Этого я ничего не видел. Но помню, что небо было такое светло-голубое. И облака как бы кругом вокруг меня стояли. И луч света на меня падал. Это я отчетливо помню. И когда эти ребята стали просить его прощения, я тоже постоял. В какой момент я замешкался, потом постоял и тоже вспомнил про жену, про своего ребенка. И подумал, что я не могу их оставить. И стал этого старца просить, прощаясь, чтобы я вернулся к жене и к ребенку, что не могу их оставить. Давай, ты кричи, ну, боже, а я здесь. Здесь-то мы живы остались, да? Денис Витчинов погиб в Цхинвале. Защищая честь России, спасая целый народ. Денис Витчинов. Денис Витчинов. которые без оглядки выполняют свой долг, вписывая очередные славные страницы в историю российской армии всех вооруженных сил. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 На это снимали наши ребята Миротворческий батальон 8 августа, 12 часов дня Потери Тела погибших прячут кочегарки Тяжело раненые умирают Нет возможности отвезти их в госпиталь Бой идет в окружении Самые неприятные у нас минуты были Когда умирал на руках Коренев Александр Вот это самое тяжелое было 20 минут он еще жил Мы его принесли, перебинтовали Сделали всю помощь, все что могли Там нужно было только делать операцию Других вариантов не было вообще никаких Через 20 минут он умер Хрулев начинает воевать Ну связь будет, ты же с ними Цель обнаружил, не сажаешься Цель обнаружил, не сажаешься Грузинских войск впереди 18 тысяч Наших всего 800 От командующего до последнего повара И приказ спасти город, выйти к миротворцам Любой ценой Не знаю почему, но Хрулев Хрулев обратился ко мне Саша, ты бы как поступил на моем месте? Сколько нас? Два батальона Их много Если вы не отправите помощь в город Вас объявят трусом Если отправите, всех перебьют И вас назовут, мягко говоря, негодяем Хрулев тогда с усмешкой Посмотрел на меня и произнес Я свое решение уже принял Через полгода Хрулев и я встретились в Южной Осетии Я подумал так Я мог знать, что пройдет совсем немного времени И я буду обязан этому майору Своей собственной жизнью Впрочем, тогда подвозить с Хинвал Нас отказались Боимся, боимся Надо доехать Денис Витчинов Бывает так Встретишь человека и сразу видно Его взгляд, манера поведения Понятно, что он способен на поступок Мы здесь стоим почти один Там пару танков по нам бьют Грузин их Эти кадры я увидел уже потом Солдатский телефон 9 утра 8 августа Первые минуты нападения На миротворческий батальон Вооруженные силы целой страны Не какая-то банда Пытаются уничтожить подразделения миротворцев Плевать на ООН 8 августа 10 утра Это Джава Большое село По прямой до Цхинвала 15 километров Сюда свозят раненых Как могут в полевых условиях Оказывают им помощь Отсюда эвакуируют в Россию беженцев Когда противник атаковал миротворческий батальон Его самолеты одновременно бомбили Джаву Прилетели два штурмовика Здесь обрадовались Думали наши, российские Три круга сделали И мы так радовались Российские самолеты 9 августа 2008 года Нас доставили в полевой госпиталь в Южной Осетии Я еще не понял Ты приехал Оператор получил две пули в плечо У командующего генерала Хрулева Тяжелое ранение в ногу Я тоже был ранен Но из машины выбрался самостоятельно Не надо, не надо Спустя год мы снова отправились на Кавказ Сопровождали памятник герою войны в Южной Осетии Смерть на войне дело обычное Но когда человек погибает, спасая товарища Или даже целый народ Это у нас в России называют подвигом Восьмое августа Семь утра Мчимся в Скинвал Город ночью атаковали грузинские войска Российский передовой отряд уже пересекает границу Приказ прорваться любой ценой В Скинвале гибнут дети, женщины, старики Грузинские танки расстреливают в упор наш миротворческий батальон Началась война В батальоне сразу свет поток Это было примерно в 10 часов ночи И потом пошло по очереди сетинские села Вот так начали докладывать Что того села нету, того села И когда села все обстреляли градом Пошел град на город Саакашвили готовился к войне уже давно Парады проводил, силу показывал В Тбилиси по мостовой шли американские кобры Чешские самоходки Системы залпового огня Радуя глаз западных покровителей Кто же знал, что одними парадами дело не закончится? Или знали? 8 августа утром вся эта мощь двигалась в сторону Южной Осетии Зря что ли западные инструкторы их натаскивали На ополченцев Получается и на миротворцев Они-то первыми и приняли удар Сколько убитых, сколько раненых В каком состоянии люди Мы этого не знали Страшно было то, что мы не знали, что с людьми Это было самое страшное Что с людьми, которые там находились Движемся за передовым отрядом Российские военные сделали невозможное Бросок по горным дорогам И в 7 утра 8 августа Они уже вели бой на мосту у села Гуфта Потеряли одну БМП Мост стратегический Его не объедешь А армия застряла бы здесь надолго Если бы не эти ребята из 693 полка Они отогнали диверсионные группы противника У тех только пятки сверкали Думали, пугнут на мосту И мы встанем Будем решать, что делать дальше Не вышло Я не знал тогда, что основные силы Прибудут сюда лишь сутки спустя Полки, бригады, дивизии А пока к Схинвалу рвались лишь два батальона 800 человек В Схинвале молились о том, чтобы быстрее пришло спасение На Гуфтинском мосту я обратился с просьбой К первому же попавшемуся офицеру Подбрось до Схинвала Как я...